Перед предпринимателем всегда стоит вопрос, за какие деньги строить и развивать бизнес, за свои или за чужие. За чужие заемные средства придется заплатить процент, мало того, их еще потом придется отдавать, а своих денег может не хватить для развития. То, какую выгоду приносит использование заемных средств, или наоборот, почему их нельзя использовать, может подсказать формула финансового рычага. Итак, мы с вами уже вывели две формулы – рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. Рентабельность активов показывает, сколько прибыли вы заработали суммарно и на заемный, и на собственный капитал, а рентабельность собственного капитала – сколько вы заработали именно на собственный капитал. То есть на те деньги, которые выложили самостоятельно, принесли из банка со своего личного счета или из-под подушки. Соответственно, сопоставляя эти две формулы, мы получим формулу финансового рычага, которая поможет нам определиться, нужно использовать заемные средства или в данной ситуации лучше не стоит. Мы преобразовываем первую формулу и получаем общую прибыль скорректированную, то есть общая прибыль плюс проценты, которые вы заплатили за заемный капитал. Далее подставляем это выражение во вторую формулу и проводим с получившимся выражением нехитрые математические действия. И в результате получаем следующее выражение. Рентабельность собственного капитала — это рентабельность активов, то есть суммы собственного и заемного капиталов, к которой мы добавляем разницу между рентабельностью активов и той ставкой процентов по кредиту, которую вы заплатили за то, что вы пользуетесь заемным капиталом, которая умножается на соотношение заемного и собственного капитала. В чем глубокий смысл этой формулы? Основной смысл содержится в том, что у вас больше — рентабельность активов или ставка по кредиту, и насколько заемный капитал больше или меньше собственного. В зависимости от этого вы делаете все остальные выводы. Если вы хорошо работаете, у вас большая прибыль и высокая рентабельность активов, то есть собственного и заемного капитала, и эта рентабельность активов превышает ту ставку, которую вы платите по кредиту за пользование заемными средствами, это означает, что дальнейшее наращивание величины заемных средств будет приводить к тому, что при увеличении этих заемных средств ваша рентабельность собственного капитала тоже будет расти. И чем больше будет заемных средств, тем больше будет тот коэффициент, на который будет возрастать рентабельность собственного капитала. В случае, если у вас есть обратный эффект, процент по кредиту оказался больше, чем рентабельность активов, вам необходимо избавляться от заемных средств, возможно, как-то менять условия по кредиту, отдавать этот и брать другой, но в любом случае не наращивать кредитование компании по данным условиям или работать над собой и увеличивать рентабельность своих активов. Значит ли это, что имеет смысл в случае, когда рентабельность активов выше ставки по кредиту, брать кредиты до бесконечности? Конечно нет. На самом деле тогда будет нарушена финансовая устойчивость предприятия, существенного застут риски, и в случае изменения, например, ставки по кредиту, изменения курса валют и различных экономических колебаний вы подпадаете в очень рискованную ситуацию. Поэтому в любом случае увеличивать заемные средства можно, но осторожно.